Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. В доме правительства появилась волшебная елка желаний. 168 детей загадали желания, уже их мечты сбываются. В Карачаево-Черкесии запустили акцию «Корзина радости». Мягкие игрушки, сладости и многое другое передадут детям из незащищенных семей. На турбазах и гостинице Карачаево-Черкесии почти не осталось свободных мест. О горновыжном туризме и о кэшбэке в 20% расскажем в нашем выпуске. В Карачаево-Черкесии продлевается режим самоизоляции для лес в возрасте 65 лет и старше. До 22 января, исключая выходные дни. Соответствующие поправки в указ главы о введении режима повышенной готовности внес Рашид Тимрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии коронавирусной инфекции. Рашид Тимрезов принял участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Волшебная елка разместилась в доме правительства, и на ней уже 168 детских желаний. Первым открытку с елки снял глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он зачитал желания и пообещал, что каждая будет исполнена уже в ближайшее время. Также в рамках социальной акции «Елка желаний» о своих мечтах рассказали детям из реабилитационного центра «Надежда», детского дома «Забота», а также из детского дома для детей-сирот, оставшихся без попечения. Их желание исполнить спикер парламента республики Александр Иванов и депутаты Народного собрания. Все подарки уже отправились к своим адресатам. Новогодние сладкие подарки от главы республики получат более 28 тысяч детей Карачаева-Черкесии. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, отменились все массовые мероприятия, в том числе и новогодние утренники. О том, как будет организован процесс вручения новогодних подарков, смотрите в нашем сюжете. В этом году из-за пандемии все привычные нам процессы перешли на новый формат. Ограничения коснулись работы вузов, СУЗов и средних общеобразовательных учреждений. Но новогоднее настроение никто не отменял. Более 28 тысяч детей Карачаева-Черкесии получат свои новогодние сладкие подарки от главы республики. Сегодня нашу республику завезли новогодние сладкие традиционные подарки для нашей детворы. Ежегодно мы обеспечивали республикам первые и нулевые классы. Но в этом году новогодний сладкий подарок получат от главы нашей республики, от Рашида Борисповича Тимрезова, каждый ребенок с нулевого по четвертый класс. Подарки вручат ученикам всех начальных классов, включая нулевой. Без подарков не останутся и детки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Они получат свои подарки уже дома. В соответствии с заявочками, которые мы получили с муниципалитетов, а те, в свою очередь, собрались с общеобразовательных организаций, дети получат уже в школе. Каждая школа сама будет раздавать. Сейчас мы отправляем муниципалитеты, а муниципалитеты уже доведут до всех общеобразовательных организаций республики. Одной из первых приехала за сладкими наборами третья школа города Черкеска, где учатся около 500 учеников начальных классов. Сегодня мы получаем подарки в количестве 478 штук, которые мы привезем в школу и будем раздавать учащимся первых-четвертых классов. Процесс мы организовали таким образом, что президентский совет школы, это совет РТШ, в роли Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей будут ходить по классам и раздавать ученикам подарки. Старшеклассники третьей школы проявили инициативу и предстали в роли сказочных персонажей и сделали процесс вручения более праздничным, ведь новогоднему настроению детей не должна помешать даже пандемия. Руслан Джукаев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Какая погода будет в эти предновогодние выходные, поведают синоптики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. В рамках инициативы «Новый год в каждый дом» под эгидой общероссийской акции «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии появились первые корзины радости. Участниками акции могут стать все желающие. Для этого необходимо положить специальные корзины, которые расположены в торговых точках, сладости или игрушки. В преддверии Нового года их передадут детям из социально незащищенных семей. Каждый из нас может подарить детям новогоднее чудо, которое они очень ждут. Первые корзины радости уже установлены в гипермаркете «Лента», а также в супермаркетах «Смарт» и «Меркурий». Посетителям данная акция очень понравилась, ведь уходящий год был очень тяжелым для многих людей, и хочется завершить его на мажорной ноте. «Сейчас, мне кажется, помочь людям – это замечательная возможность. Здесь раньше, насколько мне известно, стояла елочка. Мы тоже каждый год участвовали, всегда старались как-то… Ну, это уже как традиция, что ли, в Новый год – помочь какой-то семье или ребенку, ну, по возможности. Мне кажется, любая семья с удовольствием примет участие в такой акции. Это добрые дела. Впереди Новый год. Год и так был сложный. И мне кажется, сделать хоть какое-то доброе дело – это уже бонус». В Закогорные курорты региона притягивают туристов во все времена. В этом году заметно вырос спрос на горнолыжный отдых. Так, на турбазах Карачаева-Черкесии почти не осталось свободных мест. Туристы забронировали на новогодние праздники, номера в гостиницах и отелях. Это обусловлено не только запретом на выезд в другие страны в период пандемии, но и действием кэшбэка на туры по России, позволяющей вернуть до 20% стоимости отдыха. Алла Качиева продолжит тему. «Все приезжающие, отдыхающие – суперхорошие люди. В основном, конечно, интересуются более теплыми вещами, напитками всякими для разогрева. Ну и, естественно, мы их тоже угощаем. Естественно, встречаем, как полагается, народных наших хороших гостей. И все вроде идеально проходит. Отлично сотрудничаем». Для привлечения туристов в известные курорты Карачаева-Черкесии стараются все. Жители, предоставляющие приезжающим элементы местного колорита в виде ярких вязаных изделий, памятных сувениров, блюд национальной кухни, экскурсии и другого, и власти, которые улучшают инфраструктуру и сервис. «Курорты Карачаева-Черкесской республики на данный момент уже на 100% готовы принимать туристов со всей страны, и не только, и зарубежных туристов. Все готово. Мы провели ряд мероприятий. Также это по недопущению распространения коронавирусной инфекции, что немаловажный факт». Да, в туристический бизнес пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Дамбай, Архиз и другие курортные места посетило меньше людей, чем планировалось. К концу 2020-го турпоток по подсчётам составит 1 миллион 200 человек, тогда как в прошлом году эта цифра была значительно выше. Так, прошедшие новогодние праздники изъявили желание провести в сказочной Карачаевой-Черкесии около 120 тысяч человек из разных регионов России. С началом этого же зимнего сезона, кстати, он открыт уже, упущенное обязательно наверстаем, говорят Министерства туризма, курортов и молодёжной политики Карачаева-Черкесии. «Номерной фонд курортов Карачаева-Черкесии составляет около 12 тысяч койко-мест. Несомненно, новогодние праздники с 1 по 10 января почти все места заняты. То есть, если вы сейчас захотите поехать в Дамбай или Архиз именно на новогодние праздники, то навряд ли у вас получится забронировать номера для большой семьи или для больной компании. То есть, практически 100% номерного фонда сейчас уже заняты». По прогнозам, в этот зимний сезон турпоток в Карачаево-Черкесии вырастет на 20-25%. Республика готова встречать гостей обновленной инфраструктурой. В первом квартале на территории всесезонного туристического комплекса Архиз планируется открытие двух горнолыжных трасс и одной канатно-кресельной дороги. Здесь строго соблюдаются все меры безопасности, в том числе и эпидемиологические. Так что любителям горнолыжного отдыха добро пожаловать в республику и хорошо провести время. Аула Качива, Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Новый год в каждый дом под эгидой общероссийской акции «Мы вместе» проходит акция «Елки-арт». Праздник в каждом дворе. Во дворах многоквартирных домов проходят праздничные мероприятия. 20 дворов охватят в Черкесске и 5 муниципалитетах. В основном это дома, где живут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Каждый двор на время превратится в арт-пространство, центром которого станет уникальная «Елка-арт». В праздничной программе музыкальные выступления, театрализованные постановки с участием актеров национальных театров, артистов Республиканского центра народной культуры, сказочных персонажей. Праздничная программа подготовлена с учетом интересов всех возрастных категорий и с соблюдением всех профилактических мер. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!